И здесь мы увидим такой интересный синтез. То есть клинок выпущен уже более современный, а рукоять осталась от сторон, наверное, скорее всего, полюбившегося ему оружия. Но все и клинок, и гарда выпущены были до русско-турецкой войны. С такими саблями во время русско-турецкой войны шли в бой русские солдаты. Рядом винтовка, оружие противника. Со времен битвы за освобождение балканских народов от влияния Османской империи прошло ровно 140 лет. Почти полтора века назад многие русские солдаты и офицеры добровольцами уходили на фронт. На войне побывали даже представители императорской фамилии и сам престолонаследник. Воевать ушли и многие самарцы, в том числе два сына Петра Алабина. Дворянство, в том числе, как говорил, самарское, откликнулось активно. И многие пошли добровольцами в действующую армию. Помимо того, были выделены большие пожертвования, которые были отправлены, в том числе, для формирования вооружения, обмундирования ополчения. В том числе были большие пожертвования, отправленные через Красный Крест на оказание медицинской помощи. На выставке образцы оружия того времени. Фотографии, сделанные русским фотографом Ивановым и румынским Францем Душиком. Переправа, артиллерийский расчет, казак, спасший турецкого ребенка, виды болгарских городов, медицинский обоз. Всего около полусотни снимков. Здесь и копия самарского знамени, которое было передано болгарам после боев на Ошибке и теперь хранится в музее Софии. Первыми посетителями выставки стали студенты, будущие учителя истории. Эти фотографии, они наполнены жизнью. Например, мы можем смотреть на лица людей, которые воевали. Это очень, на самом деле, трогает душу и, не знаю, она придает больше масштабность. Если мы, например, в университете учим даты, то здесь мы можем наглядно все увидеть. Представлен лагерь, где располагались раненые бойцы. То есть уже очень организованный такой, на современный манер были построены лагеря полевые. На мой взгляд, это будет интересно, вот такие кадры будут интересны, прежде всего, историкам, как нам, будучи студентам, будущим преподавателям истории, поскольку это очень важная эпоха в историческом развитии России. Прежде всего, это очень важная эпоха для Самары. Выставка, на которой самарцы смогут увидеть события полуторавековой давности, продлится до конца года. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События.